Ясно. Смотри, скажи мне первый вопрос. Для каких целей ты делаешь автотрейс? Я хочу сдать экзамен на фрипик. Ясно. Ну смотри, я тебе буду все рассказывать и показывать, но сразу могу тебе сориентировать, что экзамен на фрипик ты не сдашь. Чего? С автотрейсом 200 процентов, 300 процентов. А с автотрейсом на фрипик экзамен ты не сдашь. А трассированную акварель там не берут? Не возьмут они там ничего такого. Растр, может быть, как-то умудришься с растровыми этими пройти. То есть трассированную акварель сейчас там... Дело в том, что там очень проблематично сдать экзамен вообще с чем-либо. Как я знаю, я с фотками еще и фотографирую. С фотками у тебя не получилось? Нет, темное слишком. У меня освещение не очень. Ну вот, я туда пробовал сдавать экзамен два раза на фрипик. Я два раза завалил с нормальным чистым вектором, отрисованным там достаточно качественным. У нас ребята в нашем стоковом чате, кто с нами общается, они сейчас отзываются следующим образом. Если ты сдал экзамен на фрипик, то есть ты обязательно попробуй. То есть просто ты, чтоб тебе психологически было уже комфортно получить отказ, чтоб ты не падала в поморок там, не пила в виски после этого. Да я не упаду, я в принципе, да. То есть и не брала это на свой счет, потому что ребята отзываются, что это какая-то рулетка. То есть реально там проходили люди с... Ну просто автотрейс это такая тема, которую на шутерсток не берут, на бигсток не берут уже. То есть она... Плюс вот такой вот автотрейс. Ты по каким настройкам делала? Ты выбрала пресет 16 цветов или что это? Нет, не 16 цветов. Я там просто... Еще в одной... Я не совсем все понимаю в этом автотрейсе, это как бы... Еще есть группа Фрипик, Россия, там... Я видел, ты в нее вступил, да. Да-да-да, и там вот Саша, окажется, Волков скинул мне там видео тоже одно с автотрейсом. Он так трассирует акварель, я по его настройкам трассирую. Ну не знаю, правильно это или нет? Может быть это правильно. Я на самом деле акварель-то не рисую, и я именно по настройкам автотрейса тебе точно не скажу, но вот эти вот рваные... То есть она выглядит не как акварель, она выглядит как пятна такие... Ну да-да-да. То есть это примут, допустим, на какой-нибудь там... CanStock Photo, 123RF, на DreamStime это примут, я думаю. И может быть это даже примут на Adobe Stock, хотя я сомневаюсь. Но такие штуки точно не принимают. Ну и как бы само... То есть... Ладно, вот я скинул сюда этот... Почему-то у меня листья коричневые получились. Потому что это настройки, которые тебе скинул твой друг. Ты не мой друг, я его не знаю. Хорошо, этот вот Саша Волков. Так, ImageTrace, вот я открываю его, да, и здесь пресеты видишь. Ты знаешь, у тебя так открывается все, да? Да-да-да. Это панель информации или там как она называется? Контрольная панель. Ну мне просто... Он русский, конечно, ну давай. Я тебя буду... То есть, ну кнопка, ты видишь, и в кнопке трассировка, да? Которая у тебя на русском. Ну да-да-да. Через этот треугольничек будет готовый пресет открываться. И я вчера потыкался с твоими изображениями. Вот такой вот автотрейс, он похож на трейс вот по этому пресету 16 color. То есть, 16 цветов. И, скорее всего, зеленый туда не попал по какой-то причине. Ну, потому что они маленькие, да? А машина посчитала, что это маленькие объекты, то есть этого цвета мало, поэтому я не буду его убрать. И заменила его на коричневый, который вот какой-то вот серый здесь. То есть, самый качественный автотрейс в иллюстраторе можно не мудрить и не выкручивать настройки. Он находится вот наверху. Называется... У тебя тоже это будет самый верхний пресет готовый. Называется фото высокого качества. У меня на английском написано half fidelity photo. Соответственно, это долго. Соответственно, компьютер может зависнуть. Ну, сейчас попробуем. Ну, у меня навряд ли он зависнет. Не-не, у меня берет. Берет, вот. Ну, то есть, если ты планируешь куда-то пропихнуть трассированную акварель, и чтобы ее кто-то покупал еще, то лучше так. Косяк в том, что объем получается большой. То есть, все эти попытки пролезть, но его ты сможешь загрузить все равно. Вот в чем дело. То есть, раньше были ограничения. Там есть вот векторсток, по-моему. Там 15 мегабайт ограничения на размер файла. Остальные микростоки, я думаю, ты пролезешь с объема. То есть, вот здесь вот она получается, и видишь, листики зеленые. Это вот ты оттрассировал вот эту... Да, да. Вот она уже. Если я нажму экспант... Она покрасивее, кстати. Да, вот. Поэтому, если ты планируешь, чтобы твоя акварель была хоть как-то конкурентоспособна, то вот такие вот пятна на таких настройках, ну, она больше похожа не на акварель, а на какую-то абстракцию. Ну, да. Поэтому, если ты трассируешь, то трассируешь через High Fidelity фото. Ну, соответственно, вот потом белую стрелочку берешь, тыкаешь в этот фон и тупо его удаляешь. Так, подожди еще раз. Это для чего нам нужно? Чтобы... Ну, или если... В принципе, ты можешь фон оставить. Не-не-не, не надо вставлять. Это чтобы сет мы собираем уже, да? Да, да, да. Еще раз, как мы это делаем? Я взял белую стрелочку. Ну, я могу, конечно же, разгруппировать. Оно просто сейчас все сгруппировано, понимаешь, да? Но, чтобы уже не лезть в эти группы, чтобы в них не ковыряться, я вот беру эту белую стрелочку. Hotkey A на клавиатуре, если ты вырубил имя поля. Выделяем. Да. Картинка не должна быть выделена. Я просто тыкаю этой белой стрелочкой в белый фон. И выделяется только белый фон, как объект. А сама акварелька, вот эта вот по центру, она неактивная. И я на клавиатуре зажимаю Delete и держу ее. Буквально 2-3 секунды. Ну, вот пока все не исчезнет. Потому что белая стрелочка, она выделяет объекты... Она может выделить какие-то отдельные точки у объекта просто. Если ты короткое нажатие Delete сделаешь, то удалятся эти отдельные точки. Ну, такое бывает. А если ты зажмешь, то он удалит вообще по цепочке все точки и весь объект. Все. И у нас получилась вот эта пироженка. То есть, ну, здесь больше просто форм, больше этих лоскутов, чем вот здесь вот. Соответственно, оно будет больше весить. Но я не думаю, что ты вылезешь за какие-то ограничения. Единственный косяк, что когда ты, конечно же, будешь собирать это в набор... Ну, ты соберешь 4 акварельки, я думаю, ты тоже пролезешь по всем ограничениям, и компьютер не зависнет. Но если ты соберешь, допустим, 9 или там 16 акварелек, или сколько там, 12, то может он повиснуть. Либо у тебя получится такой гигантский EPS-файл, что уже никуда не возьмет. Угу. Ну, 6 может вылезет. Ну, попробуй 6 или 9, вот 3 на 3, если квадратный артборд, и либо 3 на 2, это если прямоугольный. Я думаю, получится. Главное, чтобы еще комп не завис. Хорошо. Давай эту вот, мою эту страшно уберем с экрана, меня смущает вообще. Ладно. Смотри, по поводу белых точек. В таких настройках, какие я тебе показал, скорее всего, белых точек не будет. Но если сделать зум, вот ты видишь что-то, да? Угу. То есть, что с этим делать? Ну, это ж надо убирать, правильно? Ну, по идее, если уж совсем не вдаваться в качество, можно забить, конечно же. Потому что, ну, картинка представляет собой... Ты слышишь меня, да? Да, да, да. А то что-то там шикнуло, я думал, пропало связь. То есть, картинка представляет собой такое месиво из кусочков. То есть, почему автотрейс запретили на шутерстоке и там на бигстоке? Потому что там какие-то проблемы начались, жаривались, наверное, покупатели. Потому что они настолько в маленьком масштабе видят картинку вот так вот и думают, что там что-то такое, ну... А когда скачивают и получают это, они делают зум и видят вот это вот лоскутное одеяло и понимают, что это жесть. Хотя те люди, которые знают, что такое автотрейс, те, кто профессионально работают, они в курсе, что это автотрейс, и они понимают, что они скачают, и как бы это будет... Ну, да, 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 я знаю, что... Хоть это и вектор, но все равно будут ограничения по увеличению размера, пока не вылезут эти артефакты. То есть, ладно, возвращаемся к точкам. Опять белую стрелочку мы берем, видишь, да? И вот я выделяю вот эту вот форму, которая рядом, и просто... Ты его раз закликнул, да? Один раз я на нее кликнул. А, один? Да. И просто двигаю вот эту вот точку. И закрываю дырку. А, все, поняла. То есть, если ты где-то видишь очень заметные дырки, ты можешь просто белой стрелочкой, опять же, выделять составные части и работать с отдельными точками. И тупо закрыть соседней формой. Второй вариант, может быть, он тебе покажется более простым, это взять инструмент-карандаш. Где он? Вот он. Hotkey N. Он так называется, карандаш. И нарисовать кружочек какой-нибудь. Вот видишь, косяк то, что я его не замкнул. То есть, надо поаккуратнее рисовать. Вот так вот рисуем. И в том месте, где у нас начиналось, нужно подвести достаточно точно, чтобы вот такая иконка-кружочка рядом с инструментом появилась. И так он контур замкнется. То есть, ты можешь рисовать вот какие-то такие штуки поверх этих дырок. И что дальше? Ну, и оно будет закрыто этими штуками. А, все, закрылось. А цвет? Ты чему цвет как-то дал, да, карандаш? А цвет, если у тебя вдруг какой-то неподходящий цвет, ну, это можно здесь выбрать, то ты просто выделяешь объект, ну, допустим, у тебя там был какой-то изначально вот такой цвет. Ты выделяешь эту заплатку, которую ты нарисовала, и берешь инструмент-пипеточка. Хаткей тут будет И. Да, и тыкаешь этой пипеткой вот сюда, допустим. И цвет перелетает на эту форму, и она становится вообще невидимая практически. Ну, поняла. Хорошо. С этим мы разобрались. А контур, если там прервался, можно карандашом его подправить как-то? Если вот у меня здесь вот, кстати, не получилось. Видишь, дырка получилась, да? Тут у меня не получилось. Если вдруг контур прервался, вот так вот, мы просто его выделяем, и на клавиатуре нажимаем Ctrl-J. Я сейчас тебе покажу, где написано. Объект, пас. Вот, смотри. Join, соединить, Ctrl, плюс J. Вот это вот сочетание ты нажмешь, и он автоматически закроется. Смотри. Смотри, нажимаю. Оп, и видишь, появилась линия из крайней точки в крайнюю. Все. Хорошо. А в плане вот эти вот контур по объекту вокруг, если там, ну, увеличь вот по контуру, где белая вот здесь, допустим, да, ну, чуть пониже, пониже, пониже. Вот. А, здесь фотографии высокой точности. Да. Правильно, у меня просто там. У тебя, говорю, ты попробуешь вот этот вот самый высокий пресет, ну, и надо будет, единственное, что тебе полазить, там, сколько, может быть, минут 15-20, ну, максимум 30, чтобы подправить вот эти вот точки. То есть, если бы я бы это делал, ну, я бы, наверное, бы двигал точки, мне удобнее. Ты, может быть, карандашиком будешь сверху рисовать. Ну, посмотришь, как тебе будет удобно, чтобы эти дырочки закрыть. Вот. Теперь, ну, с белой точки развязать. Теперь, что касается набора, да, когда ты, допустим, сделала, ты сначала их сделаешь по одному, допустим, файлу и сохранишь в формате EPS. Давай сохраним как отдельный файл. А он сохраняется без артборда? Почему? С артборда. То есть, вот ты сохраняешь, допустим, сначала их по одному для микростоков, вот, в десятом формате, там. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько объем EPS получится. Где ты? Вот он. Семь, почти восемь метров. То есть, это немного. Нормально. Да, абсолютно нормально. Фрипик возьмет. У Фрипик там, наоборот, ограничения. Не должны получаться слишком легкие файлы. Там, они считают, если картинка меньше полмегабайта, то она слишком простая. То есть, что-то не то. Сделать ее потяжелее, побольше. Поняла. То есть, ну, вопрос будет в наборах, когда-то их много. То есть, вот мы, допустим, делаем новый документ. Там, 2000 на 2000. А у тебя там уже лежит куча твоих готовых единичных твоих акварелек. И ты берешь в соседнем окне, в соседнем окне открываешь, ну, как бы, также в иллюстраторе свои единичные, выделяешь пироженку, на клавиатуре нажимаешь. Все очень просто, как в любой другой программе. Нажимаешь Ctrl-C, чтобы скопировать. Знаешь, да, эти хатки? Ну, да, Ctrl-V. Да, в этом файле, куда ты будешь вставлять, нажимаешь Ctrl-V. и, соответственно, делаешь размер, при этом удерживая клавишу Shift, чтобы пропорции, чтобы пропорции не слетели. Потому что, если ты Shift не будешь держать, ты сделаешь либо слишком плоское пирожное. Ну, понимаешь, да? Да, 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 сохранить пропорции. Да, Shift не забываю удерживать. Вот ты уменьшила примерно какого вот размера они у тебя должны быть и поставила. Потом открыла в соседнем другой файл. Что, нажала Enter? Ничего не надо нажимать. Просто поставила и все, да? Просто Ctrl-C, Ctrl-V, весь вектор переносится без проблем. А, все. Потом ты открыла в соседнем окне другую пироженку. Точно так же ее скопировала. И точно так же здесь опять вставила. То есть, это будет уже вторая пироженка. Точно так же. я так, в принципе, так делала. Ну, вот, да, если без скрипта, то других вариантов нет. Нет, нет, нет. Единственное, что у меня вызвало затруднение, это как я не могла удалить фон у объекта. Ну, фон я тебе показала уже как. Да, да, да. Вот поэтому. Тут можно какие-то опции по выравниванию применять. Не знаю, знаешь, ты их в курсе, нет. Сетку там какую-нибудь сделать, да? Направляющие, то есть. Я бы, я не заморачиваюсь никогда с направляющими, я ничего, это я вот просто открываю панель выравнивания. Пользовалась ли? Нет. Нет? Нет, я не знаю, как. И не знаешь. Хорошо, в Windows окно у тебя оно будет называться выравнивание. Выравнивание. Или вот Shift, Shift плюс F7. И когда у тебя уже четыре объекта будет, допустим, да, у тебя стоит задача, да, елки-палки. Вот у меня уже на двух пироженках он уже виснет немножко. Сейчас я сделаю четыре. Ладно, не делай четыре. Подожди. Нормально. Едем дальше. Ну, не знаю. Короче, наборы четыре штуки точно прокатит. Ну, вот так вот, с подтуплением. А по ходу три на три. Ну, может быть, у тебя машина получше. Я не знаю. У меня на самом деле ноутбук не такой хороший. Так, ладно. Смотри. Ты, когда их вручную расставишь, понятно, что у тебя что-то будет чуть-чуть где-то неровно. Поэтому панель Line, скорее всего, у тебя будет вот такая вот. Мы нажимаем на эти полосочки, включаем здесь показать опции. Открывается такая штучка. И здесь у тебя будет стоять галочка выравнивать по выделенным объектам. То есть пока вот с этим работаем. И мы выделяем два объекта. Если они у тебя стоят неровно, как-то там чуть-чуть неровно, либо совсем неровно, мы просто нажимаем вот эту вот штучку. Тут по иконкам все понятно, то есть ты сориентируешься. Здесь нажали, выровняли, здесь нажали. Теперь по вертикали выравниваем. Вот так вот выровняли, чтобы оно все ровно стояло. Они вот сейчас практически ровно, но там буквально на пару миллиметров сдвигаются. Все, выровняли. Если у тебя четыре объекта, тут как бы, ну, дистанцию нет смысла подбирать. Если у тебя будет много объектов, тут еще есть равная дистанция между ними. То есть можно еще по горизонтали равную дистанцию подобрать, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг от друга, либо перерасекали. То есть это мы выделяем, допустим, пять объектов, нажимаем эту штуку, и между ними расстояние выравнивается. Если ты вдруг из чего-то там будешь большие наборы. И потом, когда у нас все они готовы, то есть все ровненькие, мы можем весь набор поставить по центру артборда. Для этого мы группируем. Группировать знаешь как, да? Выделяю? Или что? Не, не совсем. Сгруппировать. Вот это вот команда объект группировать. Сначала выделю, да? Да, да. Просто, чтобы они вели себя как одно целое. Сейчас они отдельные, видишь? Я хочу весь этот набор поставить по центру, и мне нужно, чтобы он вел себя как одно целое. Я выделяю и выполняю вот эту команду объект сгруппировать. Либо Ctrl-G. Я обычно клавиатуру делаю это быстрее. После этого они все сгруппировались, и они теперь ведут себя как одно целое. То есть я выделяю, они все как одно целое. И теперь я переключаю здесь опции в Align to Artboard. выравнивание по границам артборда. И теперь я нажимаю по вертикали, и он сейчас встанет. Сейчас он тупит. Вот. Вертикально. и по горизонтали. И оно будет точно по центру стоять красиво. После этого группировку можно снять, чтобы вот я захожу опять объект Ungroup, либо Shift-Ctrl-G. Это мы раз группировываем. И снова эти пироженки можно будет выделять отдельно. Ну, для покупателя удобнее будет, если они все-таки будут отдельно, а не сгруппированы. Все. Вот так вот ты соберешь набор. Таким вот образом. Без скрипта. А размеры этих объектов в принципе не имеют значения. Любые там, вектор, все равно, да? Очень меньше. Единственное, что тебе нужно ориентироваться на размер артборда. Чтобы за границей не выходило. Ну, да, чтобы за границей и размер артборда сейчас для стоковой иллюстрации обычно используют 2000 на 2000. Ага. Знаешь, да? Заняло. Почему? Ну, 2000 на 2000 прямо в сете? Ну, если это квадратный артборд, желательно, чтобы артборд был 2000 на 2000 пикселей. Если это прямоугольный артборд, то можно больше. Например, 3000 на 2000. Пиксели, пиксели. А я хотела 6 на 4. Можно 6 на 4. Главное, не меньше. Если ты сделаешь меньше, то, допустим, шутерсток не примет. А, не-не-не. Меньше не сделаю точно. Могу больше. Да, это касается только, ну, это касается шутерстока сейчас. Другие микростоки, ну, маловероятно, что там, ну, я сколько грузил, там можно хоть 100 на 100 пикселей сделать, малюсенький артборд, они все равно принимают. А вот шутерсток, значит, ну, опять же, такую вот трассированную акварель по определению и шутерсток не примет. Ну да. С своим правилом. Но если ты будешь что-то еще потом делать, мало ли. Ну, я знаю, что шутерсток не берет трассированную акварель. А еще... Секунду. Так, ты спрашивала. Сет, надписи, пятнышки. Осталось надписи, да? Да, надписи. Шрифт для некоммерческого использования скачивать. Он устанавливается в фотошопе, а в иллюстраторе не устанавливается? И в иллюстраторе устанавливается. Ты его устанавливаешь в себе на систему просто, на Windows. Ну да, я нажимаю на файл установить, и он появляется. Он везде появится. Даже в ворте у тебя он появится. Отлично. А просто как писать? Покажи мне, не знаю, писать. Вот он инструмент текст, да. Запомни, он как и называется на русском, текст. У тебя будет хаткей Т, можешь клавиатурой его нажимать. Ты тыкаешь этой штукой в любое место, абсолютно в любое, где тебе удобно. И появляется такая вот рыба. Она маленькая по размеру просто. Я вот делаю поближе. В твоей версии иллюстратора она, кстати, может не появиться. Может просто появится мигающий курсор и сам текст вводишь. Но вот с какой-то версии иллюстратора они сделали автоматическую рыбу. То есть ты ты тыкаешь и появляется уже текст. И вот этим инструментом можно вот внутрь поставить курсор, можно его выделить, соответственно удалить и написать свой там этот. Давай напишем какое-нибудь слово и как его переместить куда-нибудь там. Вот. Мы написали какое-то слово, да? Так. Тортик векторный. Потом мы берем Selection Tool, да? Видишь? Инструмент выделения. Как только мы его активировали, все, появилось Bowding Box и как самый обычный объект мы его перетаскиваем. А деформация нет? Можно, можно. Ты вот подводишь как самый обычный объект. Подводишь к углу, зажимаешь Shift, опять же, чтобы пропорции не нарушить и увеличиваешь. Ты можешь посмотреть вот сюда вот наверх, вот видишь, да? Угу. И здесь у тебя появится даже размер шрифта. А если там его дугой как-то сделать, нет, это нельзя? Можно, можно. Покажу сейчас. Есть два способа. Первый это применить к нему эффект, ну, потом его разобрать соответственно. Вот я захожу в эффект и у тебя это будет называться искажение. И деформация и либо искажение. Варп. Но он тут последний над чертой. Это все эффекты иллюстратора, в большинстве с вами векторные, а у тебя ниже еще будут эффекты фотошопа. И вот самый последний по списку будет варп. И здесь ты можешь выбрать абсолютно любой, там потом опции мы настроим. То есть я выбираю совершенно вслепую самый верхний. Ну и вот уже дуга получилась. Здесь просто есть стайл, вот это вот окошко и здесь видно, что происходит по пиктограммке. Если мы ее раскроем, весь тот список, который ты видел в эффектах большой, он здесь введет в пиктограмм. И здесь вот, например, можно поменять арку. Вот такую сделать, так оно растянуто. Можно вот так вот сделать. Можно вообще вот так вот сделать. Хорошо. Ладно, давай вот так вот. И тут в настройках можешь ее регулировать. Все, после этого нажимаем ОК. И чтобы это все потом, опять же, было в векторном формате, мы идем в объект и у себя команда будет называться разобрать оформление. То есть текст печатается пока сначала не векторный, чтобы стал вектором нужно его разобрать, экспант? Нет, это просто эффект, и эффекты на микростоке нельзя загружать. А-а-а. То есть сейчас это сложный объект, там есть текст, к тексту еще применен сверху эффект. И мы сначала выделяем этот сложный объект, идем разобрать оформление. Эффект считается сложным оформлением, поэтому команда называется разобрать оформление. Здесь другой команды разобрать и не будет активно. Мы ее нажимаем, и после этого это все сразу превращается в векторные формы. То есть он даже текст редактируемый не оставляет. То есть дальнейших каких-то манипуляций не требуется. Все это вот точки, уже такой текст можно загружать на микростоке. А, можно делаю из окружности, потому что из окружности дуга более ровная получается. Я рисую окружность и беру инструмент ножницы. Он называется Hotkey C. Можешь его вызовить. И вот в эти крайние точки кликаю раз, два, и окружность разрезается на две половинки. Вот нижняя мне не нужна, а верхняя нужна. Нужно просто проследить, чтобы не было заливки, была только обводка. Очень часто на белом фоне здесь белая заливка, ее типа не видно. А на самом деле, это вот такая вот штука. Это часто бывает. Поэтому мы заливку обязательно выключим. Можно сделать дугу какую-то вот такую. И потом мы зажимаем иконку с инструментом текст и держим ее буквально две секунды. И открывается под инструменты. И здесь третий по счету называется текст по контуру. И мы этим текстом по контуру тыкаем в эту линию. И у нас появляется текст вдоль этой линии. Я сейчас нажму delete. Я нажал delete, чтобы удалить эту рыбу. уменьшу размер шрифта чтобы у нас вот такой вот да и напишу то же самое cake vector допустим да можно здесь выбрать выравнивание по центру и он какой-то кривой все равно тогда мы возьмем вот этот инструмент selection tool появляются такие вот управляющие маркеры вот они этот маркер ограничивает справа этот маркер ограничивает слева ну и можно это все очень сложно ты в записи потом сможешь посмотреть и ну если тебе удобнее через эффекты конечно ты будешь делать через эффект понимаешь да то есть в чем плюс этого способа то есть ты можешь потом внутрь зайти этого текста я вот сейчас сделал просто двойной клик ну либо опять же взять инструмент текст и кликнуть сюда и редактировать его вот и все то есть ты можешь его переписать можешь менять шрифт если тебе там хочется другой шрифт а здесь ты уже эффект разобрала и все хотя в принципе когда он еще в режиме примененного эффекта ты тоже можешь менять текст ну как бы выберешь то что тебе вот как бы два варианта хорошо а можешь мне еще показать один вопрос как карандаш работает все таки вот на как обычный карандаш рисуешь его все нет если им редактировать файл ну какой-нибудь допустим там неровный край или что-то такое можно вот как покажи мне двойной клик по нему делаешь двойной клик и проверяешь чтобы здесь стояла галочка edit selected pass у тебя у тебя она самая нижняя просто она будет называться редактировать выделенные контуры скорее всего так да как он это делает как он это делает ты просто начинаешь вести линию во-первых ты следишь чтобы контур был выделен то есть изначально он должен быть выделен и когда контур выделен если вдруг он не выделен ты его черной стрелочкой выделяешь а уже потом берешь карандаш и ты начинаешь вести линию вдоль а потом где-то ее изменяешь а потом опять вдоль и вот он вот он перерисовывает вот он перерисовывает давай давай попробуем то есть если подвести к краю то есть в чем тут проблема когда я подвожу к краю он думает что я хочу рисовать здесь продолжение и я начну рисовать и он нарисует продолжение в старых версиях иллюстратора такого не было то есть здесь мне нужно начинать следить чтобы не появился этот вот значочек то есть вот отсюда перерисовывать то есть я вот рисую я хочу сделать ее более плавной вот так вот рисую рисую и он должен понять что я перерисовываю да он понял что я перерисовываю и переделываю вот так вот все понял значит надо выделить просто не получалось галочки наверное хорошо и тогда еще когда мы сделали сет все его, как там разбирать, разгруппировать, сгруппировать, как это все? Все, все, ничего не надо делать. Я тебе, в принципе, уже все показал. То есть, если тебе, если ты вручную не доверяешь своему глазомеру, используй выравнивание, которое я показал, и единственное, что тебе нужно будет сделать, это снять группировку с объектов, когда ты их там вот сгруппировала. Если я их сгруппировала, то снимаю группировку. Да, то в конце снимешь. Если ты ее не снимешь, никто за это тебя не расстреляет, и даже реджекта не будет. То есть, реджект будет почему угодно, только не по группировке. Группировка – это вообще дело автора, хоть ты закончи работу, и все нахрен выдели, и все сгруппируй. За это никто. Просто, ну, чисто теоретически, если это сет из отдельных клипартов, то удобнее, когда они все отдельные. Поэтому я для выравнивания их сначала сгруппировал, а потом группировку снял. Вот и все. А дальше все, как обычно, ты можешь сохранить EPS 10, ну, посмотришь, сколько будет объем. А там для превью не нужно, там заливать каким-то квадратом, чтобы… Это только на шутерстоке. А-а, все поняла. Ну, на шутерстоке, потому что он… Ты же на шутерсток… Ты на вектор загружал на шутерсток вообще? Ну, одну. Один раз. То есть на шутерстоке в чем… То есть на любой другой микросток ты можешь загрузить без фона. Вот я сейчас включу. Есть такая штука – transparent secret. Это чисто чтобы видеть, где есть фон. Ну, где есть объект, а где нету. То есть здесь вот пустота. То есть на любой микросток ты можешь загрузить без фона картинку. Вектор без фона. Да, то есть чтобы он был, грубо говоря, прозрачным. Где эта хрень? Так, вот. А у шутерстока ты загружаешь только один EPS, и он из него генерирует превью. И вот он… Он не умеет считывать артборд. То есть они сделали такую кривую хрень, что приходится из-за этого, если у нас изолированные картинки, делать квадрат под артборд один в один. Вот чтобы он точно-точно совпадал, чтобы там, не дай бог, пиксель вправо, пиксель влево. Вот я через панель transform проверяю. Я открываю панель transform, ну, либо вот так вот, панель трансформации. Ставлю вот эту пипку в левый верхний угол, чтобы у нас центр координат объектов совпадал с центром координат рабочей области. И смотрю, если у меня x0, y0, значит, левый верхний угол точно прям пиксель в пиксель попал в левый верхний угол артборда. Если ширина и высота точно такие же, как ширина и высота артборда. Вот здесь вот файл 5000 на 5000, но опять же для микростоков достаточно 2000 на 2000. То тоже, то есть если вдруг тут будет 50001 или там какие-то через… Да, то он отклонит. У него автоматика срабатывает, что у вас… Раньше такого тоже не было. То есть можно было случайно там на пиксель выступить каким-то векторным объектом. Конечно, люди старались так не делать. То есть и в принципе для векторного файла это не такая уж большая проблема, если там что-то чуть-чуть торчит. Но сейчас это все у них блокируется. Они на приемку, они даже не проходят. Машина это проверяет все. Короче, мы сделали такой вот сейчас я откачу этот размер. Давай поменьше. То есть мы сделали вот этот квадрат, проверили, что он точно стоит. И мы его отправляем на задний план. Знаешь, как отправлять на задний план? Нет. Я что-то там просто нажимала и появлялась опять иллюстрация. Я, ну ты можешь в слоях это делать, то есть на отдельном слое сделать и слой перенести. Но можно вот правой кнопкой нажмешь, правый клик, и здесь будет монтаж по-русски. И здесь самый нижний путь отправить назад. Ты нажмешь отправить назад, и оно улетит в самый низ в слоях. То есть если я панель слоев открою, то вот этот объект, вот этот ректэнгл. Ты можешь его и через, то есть если тебе удобно ковыряться в слоях, то можешь его вот так вот здесь вот схватить, раскрыть слой, схватить и перетащить в панели слоев. Но чаще всего туда люди не лазают, потому что это тут вот, знаешь, у нас несколько объектов. А если у нас тут 100-500 объектов, там заколебешься, ковыряться. В том плане, что можно сделать новый слой вот через меню панели слоев. И даже вот в отдельном слое перетащить его вниз и в отдельном слое вот так вот выделить его и в отдельном слое нарисовать этот фон. Но это тоже, опять же, не обязательно. Хочешь, разделяй иллюстрацию на слои, если у тебя там какая-то сложная сочиненная картинка. То есть как бы просто пироженки и фон вполне достаточно на одном слое. Никакого дискомфорта люди тут не испытают. И вот когда мы сделали этот квадрат, то вот после этого шутерсток, да, нормально с этим квадратом, то есть туда загружаешь EPS, и он по границам вот точно такой же генерирует превью на сайте. А когда этого квадрата нету, он обрезает все вот под края пироженки, понимаешь, да? И она выглядит не камильфо. То есть какая-то... Вот это называется... Стокеры назвали это эпоха белых квадратов. То есть, ну реально, они вот сделали этот вот геморрой, и с тех пор вот все подкладывают. Подкладки эти. Все, я поняла. Это вот такие вот нюансы. Опять же, на другие микростоки с этим квадратом у тебя точно так же будут приемать. Но если его там не будет, то на других микростоках никто на это не обратит внимания, потому что на других микростоках ты делаешь JPEG отдельно. Ну все, поняла, да. То есть, сохраняешь превью отдельно.